Теперь период, Конос, ты поймёшь свою пору! Ещё в гимнельштубе в дни моей юности Дуффеншмёрцы были счастливой семьёй Но это были тяжёлые времена для моего отца И нашего любимого гнома забрали за долги Кто-то должен был защищать наш Дуффеншмёрцовый сад От ведьмелесных троллей И с раннего возраста мой отец решил, что это буду я Дэмэн зе нихт! Пока другие дети играть в мухоморбол и ели грязнику Я стоял целыми часами Дэмэн зе нихт! Промозглыми вечерами, когда вокруг выли шпиценхаунды Компанию мне составляла лишь Луна и сосед Кенни Дэмэн зе нихт! И раз моего любимого гнома у меня забрали Я уничтожил всех гномов до единого во всей округе К сожалению, мой день рождения всегда был самый неудачный день в году Всё началось в день мой непосредственное рождение Никто из моих родителей даже не появился В пять лет мне пришлось самому себе устраивать сюрприз У Гюнтера Козьесыра в самом козьесырном месте во всём Дюссельштейне Куда пришло много моих друзей Граф Волконг, Кабаниха Бетти, Крыс Путин И вошки-близнецы Ольга и Чикагский Джок Привет, мальчишки! О, хм, странно Эй, малыш, закрой тут всё как закончится Ну не стоит шататься по Дюссельштейн с грязничный торт на виду Чтобы не напали рои грязнично-тортовых летучих мышей Хотеть сказка? Ещё в Дюссельштейн В дни моя юность был один задира по имени Борис Он всегда носить огромный чёрный ботинка Его все звать Задира Борис Чёрный Ботинка Он вечно пинать песок мне в лицо В песочнице песок На первом свидании песок На первой чековой книжке песок На пляже Это ни странно нет, но я не мог расслабиться Потому что всё ждать и это Самый седьмой класс Я мечтать стать фокусник Но это был тернистый путь Эй, стой! А где кролик Бобо? Кто-нибудь может освободить меня? О, какая краса! Вспоминается история, которую мне рассказать папа Фулфилшмерц, чтобы я описался Старый шутник Это случится давным-давно с моим прапрапрадедом, доктором Джекелом Фулфилшмерцем Он был одержим идея стать самым злым ученым в свой времени Тогда по-настоящему злым считать только тех, кого преследовать злая толпа Ваши одиннадцатичасовые гости Злая толпа? О, как рано! Укажи им на порог Мерзкое утро, злая толпа! Поторопитесь, доктор, днем у нас деготь и перья Да-да, конечно-конечно На этот раз я сотворить нечто настолько пакостное, что гарантирую, вы будете очень злиться Супер-злобоваритель! Дьявольская машина создает зелье, способное превратить нормального человека Ну, вроде меня, в ужасного монстра! И так, трепещите передо мной! Вы совсем не перепятать? Стоп-стоп-стоп! Вернитесь! Вы, конечно, не злая толпа! Вы все же не довольны! Так, это мне зачтется! Это мне зачтется! Это мне зачтет! Наверное, тебе интересно, почему я все это делать? В детстве я участвовал в научной выставке со своим первым иннатором Мне тогда не слишком удаваться название Это был просто иннатор Когда я уже собирался показать свое изобретение судьям Парень с вулканом из пищевой соды переключить все внимание на себя Через год я снова попробовать с еще большим иннатором И опять мой шедевр был затмить вулкан из пищевой соды Я оставить науку! Вместо этого я решил посвятить свою жизнь поэзии Фильмы серые Телек черный Кони скакать, прошудайте воды Забавно, но я все равно проиграть вулкану из пищевой соды В юности я очень увлекался театр теней Это было хорошее развлечение для вечеринок И знакомство с фройлянами Но однажды в город появится новый артист Его звали Ганс, у него были большущие лапы Мы звали его Большелапый Ганс Его шоу было ужасно Но, к сожалению, оно вполне устраивает мою фройлян Я проиграть ее парню с большими пальцами И больше я не выступать в театре теней Когда я быть еще совсем штумпелем Мой отец вернуться домой с щеночком Шпиценхаунда, которого он выиграл в игре Ткни Гузима веточкой Мой отец сказал, что песик словно сын, которого у него никогда не быть и назвать его единственный сын Единственный сын Выиграть много собачьих выставок Принести мой отец Слава из состояния А я был вынужден остаться садовый гном Ты ведь помните эту историю? Ты закончил! Видишь ли, еще в гимнельштумпе На заре моего детства Мои родители ожидать доченьку Мама целые месяцы шить красивые платья К сожалению, девочка оказалась мальчиком А поскольку материала у нас уже не было Мне приходилось носить одни и те же платья целый год Навлекая на себя издевательства и насмешки одноклассников Зачем ковры? Что он делать? Что происходить? Зачем он перечислять вопросы, которые я мог бы задать? Я думать, ответы лучше выразить в форме истории из прошлого Когда я быть маленьким Запах свинины от меня был настолько сильный Потому что я... Ну, причина не важна Это часть другой Другой эмоционально печальной истории Сейчас не о том В общем, запах свинины был настолько сильным Что никто ко мне не подходить И вот однажды в город приехать в карнавал И мне нужны были деньги, чтобы... Так, это еще одна история, где По сути, родители отказаться от меня Меня растить оцелоты Дело в том, что я должен был устроиться работать на карнавал А единственное место было на аттракционе окунания Причем не парня, которого окунать Я был тем, кого кидать, чтобы его окунать Что опять-таки другая история Ладно, ладно Рассказываю без прелюдий На карнавале я получить шар Я нарисовать на нем лицо Покрасить его долговечный пожизненный лак Который сам изобрести И назвать его Шарик Он стать моим самым лучшим другом на все Белом свете, бла-бла-бла Но в один трагичный день, когда я охранять наш сад В виде садового гнома Это не важно Ты помните эту историю Шарик начать улетать Я пытаться дотянуться до него И схватить его, но... Эбензи нихт! И больше я не видеть своего шарика Он до сих пор где-то там Не хотелось бы хвастаться Но я нанести на него долговечный лак Так что он где-то рядом И я планировать вернуть его себе Предыстория! Видишь ли, период конос Когда я быть маленьким Мама запрещает мне купаться В общественных бассейнах Нет! Что? Это все! Не каждая предыстория должна превращаться в сплошную болтовню Мистер Высокие Ожидания Нет, нет Ты же не думать, что это все я Это не я, говорю тебе Это все мистер Пушистые Штанишки Я звать его мистером Пушистые Штанишки Но он такой пушистый И у него эти штанишки Плюс он похож на моего дядюшку Пушистые штаны Который вообще не носил штанов Я не знаю, почему мы его так называли Хм Мой отец купит мне такую Когда еще под стул ходить Но только он не давать мне в нее играть Папа, можно мне поиграть в паровозики? Да! Период конос! Я рад, что ты здесь! Я хотеть прыгнуть с вышки Видишь ли, это напоминает мне О прыжках с вышки В Гиммельштубской городской купальне Когда я еще был ребенком Это сложно было назвать бассейном скорее Ну, просто скажем, что воду туда Наливали каждый второй четверг И хватит об этом Как бы там ни было В Гиммельштубской прыжки с вышки Были важным обрядом посвящения Я человек, я человек Этот парень Шницель Пока все эти люди смотреть А смеяться надо мной Я, я, я просто не мог этого сделать У меня нет сына После этого мы с отцом становимся все дальше и дальше друг от друга Слишком близко Итак, в чем весь сыр-бор? Видите ли, только две вещи делали мое невыносимое детство вполне сносным Мой гигантский ручной таракан на изморозь и чесночное мороженое Я так сильно любить эти две вещи Что решить объединить их Чтобы существенно увеличить радость, получаемую от них Итак, знакомься Мой объединатор С помощью объединатора я, наконец, уметь создать Тройной чесночно-тараканий рожок Как же холодно Я происходить из древнего рода поваров-рулетодельцев Рецепт рулета был создан моей прабабушкой Гретель Фуфелшмерц Которая передать его моему дедушке, Хосе Фуфелшмерцу Странная была история Затем он передать его моей маме, которая передать его Роджеру Фу, естественно, мне пришлось украсть его И когда я это сделал, я наконец-то узнать про секретный ингредиент С секретным ингредиентом была ненависть Обычно это любовь, но у прабабушки Гретель были заскоки Да, еще в юности, в гемпельштумпе Во время кемпинга со мной перезайти несчастный случай с Роем Пчел Укусили меня всего раз, ну я так настрадаться У меня до сих пор гидракту ноги видеть Я бы удалить его, но врачи говорили, что он слишком близко к артерии, чтобы оперировать Видите ли, в нашем далеком детстве моему брату Роджеру Все эти правила, этикеты, манеры Даваться куда лучше, чем мне Тетя Эфи, у вас такая восхитительная шляпка Роджер, молодец Хайнс Бородавка! И потом я долго чистить наш курятник лопаткой Но не согласиться, что был груб Та штука быть гигантская Я быть наказан навсегда Ладно, пойдем я показать тебе, чем я тут заниматься Видите ли, все начаться в моем далеком детстве в гемпельштумпе Каждую пятницу там проводится смотр машин И все химстеры приезжали на своих тачках, собранных из запчастей автомобилей, оставленных нашими многочисленными оккупантами Но я признавать только одну машину Лукашку 3200А Дай, она принадлежать Дяде Простымкину Дай, вперёд Дядя Простымкин Ты лучший Покажи им, всем Ура! К сожалению, в машине быть один большой недостаток Сзади располагаться динамитный взрыватель А пензобат быть прямо под водительским сиденьем Лучше я его не видеть Зато я восстановить его машину Недавно я узнаю, что многие люди давать себе обещание в новогоднюю ночь что-то изменить в своей жизни. Это они называют новогодними планами. А я и не знаю, видеть ли в Дурсельштейне перемены никто не любить. Никакие. Даже канал нельзя было переключить или сменить одежду. Ну а если изменить прическу, можно было попасть в тюрьму. Я тут читать Денвильские хроники и тут наткнуться на очень интересный факт. В 1805 году мэром Денвиля стал бородавочник. Жители города ненавидеть предыдущего главу и решить. Эй, да что там может быть уже хуже? Что там творится? Он весь кабинет наводнит своими братьями, дядями, кузенами, полной сити-холл-свинины. А не только один стул оставить незанятым. Ну знать, чтобы не так в глаза бросаться. Субтитры сделал DimaTorzok